ВМС США планирует массированное применение беспилотников в войнах будущего. Boeing Institute RQ-21 Blackjack, США Беспилотный разведчик, совершивший первый полет в 2012 году. Длина 2,5 метра, размах крыла 4,9 метра, максимальный взлетный вес 61 килограмм, максимальная скорость около 140 километров в час, продолжительность полета до 16 часов, дальность около 100 километров. Источник изображения WarSpot.RU Суть концепции использования военных дронов заключается, во-первых, в создании основанных на новейших технологиях автономных платформ, способных самостоятельно искать противника, вести разведку, поиски уничтожения целей. Во-вторых, необходима хорошо защищенная сотовая сеть управления, связи, контроля, разведки и целеуказания. А людям отводятся командные функции и действия в качестве операторов на безопасных дистанциях. То есть, Пентагон предполагает, что живую силу в бою полностью заменят машины, поскольку из этого секрета никто не делает. Можно предположить, что американцы инициируют новую гонку вооружений в сфере робототехники. С учетом, что эта идея вынашивается Пентагоном уже давно и, похоже, она пока толком еще не оформилась, как полностью завершенная. В данном случае, в первую очередь, речь идет о надводных боевых беспилотных кораблях, которые будут воевать большими группами в первом эшелоне. Замысел на первый взгляд смотрится неплохо, но у него есть очень существенный недостаток. Допустим для использования беспилотных летательных аппаратов. Бла. У американцев уже есть готовое решение, связанное с их доставкой в районы ведения боевых действий. Это авианосцы и десантные корабли. А вот для транспортировки роботизированных ударных катеров или малых кораблей транспортной платформы еще не существует, а разработка таковой займет немалое время. Малые корабли и катера самостоятельно на большие расстояния передвигаться не могут, точнее могут, что это будет очень долго, с существенными небоевыми потерями в походе и сложной организации обеспечения. Лучшим решением было бы создание соответствующей транспортировочной платформы. Напомню речь идет о массированном использовании беспилотных надводных кораблей, БНК, которые предстоит перевозить не только дроны, но и боеприпасы, запчасти, комплексы по обслуживанию и т.д. А это значит, что транспортировочное средство должно обладать очень большим тоннажем и дизайн у БНК должен отличаться от привычного вида обычных кораблей. Что касается вооружения БНК, здесь все более-менее ясно, во всяком случае пока. Беспилотники планируются оснастить крупнокалиберными пулеметами, автоматической корабельной артиллерией и ракетными комплексами. На этот счет Орнприндер, старший вице-президент по прикладным технологиям и передовым программам, в интервью интернет-изданию, сказал, что это будут поражающие средства ближнего действия. В бою предполагается, что огонь БНК будет сочетаться с артиллерийской и ракетной поддержкой обычных надводных кораблей из второго эшелона. Он сообщил, что ведутся разработки беспилотных наземных боевых средств, БНБС. Здесь также делается упор на создание автономных систем на основе искусственного интеллекта и сети управления, основанные на новых принципах. Мы хотим иметь возможность адаптировать и модернизировать платформы для интеграции технологий по мере их развития, сказал капитан Питт Смол, исполнительный директор программы. Программа под названием «Беспилотная морская автономная архитектура» является технической основой, посредством которой будут развиваться вооруженные надводные, воздушные и сухопутные беспилотники. Общие технические стандарты – это принцип, посредством которого различные платформы могут как интегрироваться, так и обновляться без необходимости серьезной доработки или полного конструктивного обновления. ВМС и «Текстрон» планируют серию тестовых военных учений, чтобы уточнить требования к вооружению БНК, оценить предложенные технологии. В ходе испытаний будут тестироваться совместные действия БНК и БЛА, а также отработают взаимодействие всех платформ надводных, воздушных и сухопутных приведений и одновременно боевых действий с применением робототехники в прибрежных водах и на берегу. Представитель «Текстрон» подчеркнул, что все технические средства предполагается объединить в единую сотовую сеть управления и передачи разведывательной информации. То есть, с одной стороны речь идет о полной автономности, а с другой о сети управления, связи, разведке и целеуказания. Наблюдается дуалистический подход к созданию роботизированной техники. Автономность позволит защитить беспилотник от воздействия средств РЭП, а сеть необходима для формирования боевых порядков и слаженных действий в бою всей массы дронов и поддерживающих средств. Но сеть в ее нынешнем виде уязвимо, для защиты от средств РЭП необходимо изменить подход к созданию самой архитектуры сети. Александр Шарковский ответственный редактор НВО права на данный материал принадлежат независимое военное обозрение. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова